Я увидел, когда я в процессе нескольких проектов работал со школами, и во время проведения различных лабораторных работ есть потребность выводить графики, ну, например, каких-то измерений. Вот. Дальнейшее развитие этого проекта может быть как создание такой вот лаборатории на базе планшета, куда могут подключаться различные датчики, так и создание weather station, причем есть идея распределенных weather station. Например, энтузиасты устанавливают у себя дома небольшие weather station, и есть сектор, который собирает информацию, ну, например, по всей Украине, и возможно сделать алгоритм прогнозирования, попытки прогнозирования погоды. Ну, вот, в общем-то, здесь у нас показано, что используется сейчас в школах, что нужно, причем это только в школах. Вот. Дальнейшее развитие – это с левой стороны цифровой измерительный комплекс, который, которое достаточно дорогое, сейчас прогнозируется, вот это около 20 тысяч евро, вот этот комплекс, то есть с левой стороны. С правой стороны – weather station, то есть это два дальнейших направления, которые могут быть. Вот. Кому это нужно? Это нужно подвелать им учителям, которых, как показывает опыт, достаточно много. Они находятся, ну, разглосаны по всей Украине, но иногда вот они там могут собираться вместе, вот. Дальше – это национально-экологонатуралистический центр, то есть это 100% этим людям нужны подобные устройства. Фермеры, которые хотят проводить какие-то измерения, ну, и также любители там, любители измерять погоду, ослеживать и так далее. Что у меня есть? У меня есть планшет на андроиде 2, 3, 4, куда мы можем подключать внешние устройства. Дальше у меня есть такой вот волшебный ящичек. Здесь есть два контроллера Ардуина, причем один из них я уже запрограммировал для работы с датчиком температуры, две бредборды для макетирования с набором проводов для макетирования, ну, собственно, датчики температуры, там, нескольких видов, и куча еще разных пределитурных компонентов. Вот. Вот вкратце все. У меня есть идея, у меня есть опыт работы с Ардуино. опыт работы с различными, там, радиоэлектронными компонентами. Я только, там, на этой неделе начал разбираться с андроидом, поэтому в команду нужны все, кто может программировать на андроид. Есть две основные части, которые нужно сделать. Это коннект между Ардуино и андроидом, и вторая часть – это отображение графика. Вот, вкратце все. Спасибо. Какие у вас другие доплаты? У меня Сидуина 32 килобайта памяти. А где ГРТХ у вас есть, и может, по Сидуаре не соединяется? Нет, нет, нет. Именно здесь идея в том, чтобы реализовать свой протокол, более простой. Вот использование решений, которые уже есть, они достаточно дорогие. Там около 100 долларов вклады стоят, вот эти контроллеры. Вот это очень дорого. А простейшие Ардуино, они стоят 18-20 долларов. У меня есть и цифровые, и есть и аналоговые. ДТС, вот этот, ДАУ. И терморезисторы, там, по-русски. Нет, ничего нет. Нет, ничего нет.